20 ноября в Елабужском институте КФУ проходили очередные занятия детского университета. На первой лекции юные слушатели узнали о том, как человечество прошло путь от натурального обмена до бесконтактных платежей, а второй лектор рассказал о традициях русского и татарского чаепития. А если вам нужно приобрести не только корову, а еще что-нибудь, вы поехали на рынок и взяли мешок ракуши с собой, и сидите утром, приехали на рынок и отсчитываете там с утра до вечера. Не очень удобно. После лекции школьники посетили практические занятия в мультстудии «Пластилин Продакшн», в компьютерном классе и в спортзале. В мультстудии дети учились создавать свои собственные мультфильмы из пластилина по технологии стоп-моушн. Детям очень нравятся эти занятия, они увлечены, приступают к работе с интересом, с азартом, с нетерпением. Хочется отметить, что дети, побывав один раз на занятиях в мультстудии «Пластилин Продакшн», приходят с удовольствием повторно и постоянно. В этот день были проведены несколько занятий для слушателей детской магистратуры. Как мы познаем окружающий мир, личность несовершеннолетнего правонарушителя, что общего у человека и киборга. Раньше не было денег, это обменивать разными вещами, это называлось бандер. Мы узнали о деньгах, бывают рубли и купюры. Некоторые пойдут играть там, развлекаться, а мы пойдем делать для нашей любимой мамочки, делать открытку. Мама важнее, чем игры. Родители маленьких студентов в это время смогли посетить лекцию на тему стиля общения с ребенком в семье как фактор формирования его самооценки. Сегодня мы пришли уже в третий раз, и сегодня, я считаю, была очень интересная познавательная тема, как для детей, так и для взрослых. Нам рассказали историю появления денег. Я думаю, дочка что-то усвоила для себя и в будущем будет уже применять на практике свои знания. Так прошел еще один день в детском университете, оставивший у всех участников и организаторов только положительные эмоции. Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Пресс-служба Елабужского института КФУ.